Битва при Динбинфу. Сражение между французской армией и силами объединенного национального фронта Льен-Вьетт, произошедшее в марте-май 1954 года, считается решающим сражением первой эндокитайской войны. Предыстория. Ситуация на фронте. К началу очередной военной кампании войска Вьетмия создали угрозу прорыва в Лаос, который французы обязаны были защитить любой ценой, иначе их влияние в этом регионе оказалось бы подорвано. Тем более что в предыдущие периоды северяне уже показали, что могут выставить на этом направлении значительные силы, которым гарнизоны в Лаосе ничего не могли противопоставить. При выборе стратегии противодействия противнику, командующей французскими войсками в Индокитае, генерал Андрей Навар решил использовать концепцию ИЖА, разработанную полковником Бертье на основе опыта колониальных войн против партизан в Северной Африке и Индокитае, в ходе боевых действий 1882-1885 год. В Индокитае французский гарнизон в Туэнкуанге, находившийся в осаде с 23 ноября 1884 года до 28 февраля 1885 года, успешно отразил все атаки повстанцев из армии черного флага и нанес им значительные потери. В ноябре-декабре 1952 года в провинции Шонло укрепленная база французских войск на Санно-Черной реке при поддержке авиации и снабжении по воздуху, успешно отразила четыре атаки противника и нанесла вьетнамским силам значительные потери. В соответствии с этой концепцией было предусмотрено создание недалеко от границы с Лаосом укрепленной базы, способной выдержать штурму и служить опорным пунктом для группировки войск, способной наносить удары по коммуникациям противника. Местом для создания базы стала долина усиления Динбинфу. Десантная операция. 20 ноября 1953 года началось десантирование французских войск в районе Динбинфу. К концу ноября в район Динбинфу было переброшено шесть парашютно-десантных батальонов. Французские подразделения заняли равнину примерно 3 на 16 километрах окруженную высокими холмами, поросшими густым лесом. Началось расширение взлетно-посадочной полосы и оборудование полевых укреплений, основой которых стали семь фортов полевого типа. В общей сложности здесь были построены 49 опорных пунктов, укрепленные огневые точки, оборудованные окопой траншеи полного профиля, установленные проволочные заграждения и минные поля. Общая численность гарнизона Динбинфу составляла 14 с половиной тысячи человек. Здесь находились 17 пехотных батальонов, три артиллерийские части, подразделения саперов. Отдельный танковый батальон и авиация на аэродроме Динбинфу базировали шесть самолетов-разведчиков и шесть истребителей. Еще семь тысяч военнослужащих находилось в районе Динбинфу. С учетом отрядов местных сил, укомплектованных представителями местных племен, Общая численность французских сил в Динбинфу достигала 15 тысяч 94 человек. Помимо подразделений французской регулярной армии, в состав гарнизона Динбинфу были включены части французского иностранного легиона, а также колониальные части, сформированные из алжирских арабов, вьетнамцев и тайцев. База находилась на удалении от основных сил и, как выяснилось позже, Это явилось роковым стратегическим прощетом командующего гарнизоном полковника Кристиана де Костри и его непосредственного начальника, командующего французскими войсками в Анде Китай генерала Анри Навара Асада Динбинфу. Вьетнамский генерал Уэн Гоуэн Зяп в течение месяца скрытно сосредоточил в районе Динбинфу группировку в составе четырех пехотных дивизий, усиленных артиллерией и минометами, а также подразделения тылового обеспечения. Военному командованию в НАУДАОС обеспечить снабжение вьетнамских частей в районе Динбинфу, Несмотря на полное отсутствие в этом районе дорог и коммуникаций, вооружение, продовольствие и материальные ресурсы доставляли на расстояние 500 километров по тропам, идущим через горы джунгли. Несмотря на авианалеты и артиллерийские обстрелы противника, главным образом на плечах, на велосипедах, джонках и небольших лодках и лишь изредка на грузовых машинах, На укрепленные позиции, оборудованные в окружавших долину горах, были доставлены артиллерийские и зенитные орудия и запасы снарядов, достаточные для артиллерийской осады Динбинфу. Значительное внимание уделялось маскировке, так, чтобы скрыть перемещение войск и грузов от авиаразведки над некоторыми участками дорог, по которым осуществляли снабжение вьетнамских сил. Ветви деревьев и лианы были переплетены для создания зеленых туннелей. В начале декабря 1953 года вьетнамские силы заняли город Лай Тяо, остатки находившегося здесь французского гарнизона, совершив пешепереход. В первой декаде декабря дошли до Динбинфу, пополнив находившиеся здесь войска. От 6 до 7 марта 1954 года вьетнамские диверсанты уничтожили 78 французских самолетов на аэродромах Гелам и Катби в Танкинской долине. Из строя была выведена половина транспортной авиации, имевшейся у военного командования Франции в Андыкитае. В результате положение гарнизона ухудшилось. Вместо 200 тонн грузов в день окруженная группировка начала получать не более 120 тонн грузов в день. 13 марта 1954 года после артиллерийского обстрела вьетнамские части взяли штурмом укрепление «Беатрис» на высоте Химмлом. После этого кольцо осады замкнулось. В этот же день артиллерийским огнем в Набеле частично уничтожены склад горючего и склад продовольствия. Утром 14 марта 1954 года французы начали контратаку силами 1-го иностранного парашютного батальона при поддержке танков, предпринятую с целью занять утраченные позиции, но контратака была отбита. Попытки французов доставить гарнизону подкрепление и обеспечить его снабжение по дорогам были пресечены. Командование вьетнамской армии отдало приказ провести в 5-й военной зоне серию операций с целью перекрыть для движения противника стратегические шоссе номер 5 и номер 19. Только в период с 1 по 21 апреля 1954 года здесь были уничтожены несколько сторожевых постов, атакованы 5 крупных транспортных колонн. В результате партизаны уничтожили 58 единиц техники, захватили 30 автомашин, 1 бронемашину, 1 американский 18-тонный танк, а также стрелковое оружие, боеприпасы и снаряжение. Также провалились попытки организовать снабжение через воздушный мост, через прием самолетов на аэродроме Динбинфу и выброску парашютных десантов. В авиаподдержке и снабжении Динбинфу были задействованы все имевшиеся в Индокитае французские самолеты, в том числе и реквизированные самолеты гражданских авиалиний. После того, как 14 марта 1954 года единственная взлетно-посадочная полоса была разрушена огнем артиллерии, подкрепление и грузы пришлось сбрасывать на парашютах. С 14 марта 1954 года окруженная группировка начала получать не более 100 тонн груза в день. В связи с тем, что французская авиация несла потери от зенитного огня, 27 марта 1954 года было принято решение сбрасывать грузы с высоты не менее 2000 метров. В результате точность десантирования снизилась и часть сброшенных грузов оказалась на территории, занятой вьетнамскими силами. 14 марта вьетнамцы с боем заняли форт Габриэлу на высоте до Клаб, после чего по предложению командира 312-й пехотной дивизии ВНА, генерала Лет Ронг Та на стороны заключили перемирие на 4 часа для эвакуации раненых и убитых. Во время перемирия вьетнамские силы укрепились на занятых ими позициях и контратака, предпринятая французами утром 15 марта результатов не принесла. 17 марта 1954 года часть тайских солдат, оборонявших форт Эн-Мари, в северном секторе обороны оставили позиции и перешли к вьетнамцам, а остатки гарнизона были вынуждены покинуть форт. В дальнейшем вьетнамские силы приступили к осаде французских позиций, начав строительство траншеи и тоннелей, постепенно приближавших рубежи и наступления к французским укреплениям. До 26 марта 1954 года из гарнизона на самолетах с эмблемой Красного Креста производилась эвакуация раненых, в дальнейшем эвакуация не производилась. 28 марта 1954 года французские войска под командованием полковника Бижара предприняли контратаку с целью уничтожить позиции зенитных орудий и пулеметов. 30 марта 1954 года вьетнамцам удалось окружить форт Исабелл. В довершение всех бед начались затяжные дожди, превратившие окопы в болото. Вьетнамцам, несмотря на тяжелые потери, удалось взять три укрепленные позиции на севере обороны французов и, хотя одной из них те в результате контратаки, поддержанной легкими танками отбили, стало ясно, что эти рубежи не удержать. После сжатия кольца ситуация для солдат ДКС-3 стала угрожающей, теперь простреливался практически весь район расположения французских войск. В боях за основные оборонительные позиции вьетнамские силы понесли серьезные потери. Политика, моральное состояние и боеспособность отдельных частей ухудшились, имело место дезертирство. Тем не менее идеологическая работа и получение подкреплений позволили восстановить боеспособность войск. После потери фланговых укреплений, судьба французского гарнизона была предвешена. По некоторым данным, в ночь с 4 на 5 апреля 165-й пехотный полк 312-й вьетнамской пехотной дивизии взял штурмом укрепление ЮГЕ-6. По другой версии, 165-й полк в ходе штурма был практически разгромлен. Укрепление ЮГЕ-6 осталось в руках французов. 12 апреля 1954 года было взято штурмом укреплений ИЛИАН-1. В ночь с 3 на 4 мая 1954 года после полуторачасового боя части вьетнамской армии заняли пост французских сил западней Монг Таня. Ночью 6 мая 1954 года части вьетнамской армии взяли штурмом укреплений ИЛИАН-2. 7 мая 1954 года битва при Диэн-Биэнфу была закончена. Гарнизон во главе с Де Кастре капитулировал. В ночь с 7 на 8 мая 1954 года полковник Леолан Тадал приказ гарнизону форта Изабель идти на прорыв. Большинство солдат погибли в бою, но 73 человека вышли в расположение французских войск. Из 50 тысяч вьетнамцев, осаждавших гарнизон, около 23 тысяч выбыли из строя. Из них примерно около 8 тысяч человек погибли. Итоги битвы. В результате поражения при Диэн-Биэнфу группировка французских войск в Индокитае понесла серьезные потери в живой селе, технике и вооружении. Кроме того, поражение нанесло значительный урон престижу и влиянию Франции на международном уровне. 8 мая 1954 года на следующий день после капитуляции гарнизона Диэн-Биэнфу на конференцию в Женеве прибыла делегация Демократической Республики Вьетнам во главе с Хо Ши Мином, начавшая переговоры с представителями Франции по вопросам подписания мирного договора и прекращения французского военного присутствия в Индокитае. Эвакуация раненых французских военнопленных в день капитуляции 7 мая 1954 года в Вьетнамской армии сдались 10 863 военнослужащих. В общей сложности за время осады в плен были взяты свыше 12 тысяч военнослужащих французской армии. Еще до завершения боевых действий в районе Диэн-Биэнфу, Хо Ши Мин предложил французскому командованию провести эвакуацию раненых военнопленных из состава подразделения, обранившего укрепление на высоте Химлон, попавших в плен от 13 до 14 марта 1954 года. 17 марта 1954 года, после того, как 78 раненых военнопленных были вывезены самолетами с высоты до Клаб, французский капитан Манье в письменной форме поблагодарил командование Вьетнамской армии за эвакуацию раненых. Между тем, как сообщил представитель командования ВНА, в ходе боев за Диэн-Биэнфу французские военнослужащие добивали попавших в плен раненых солдат вьетнамской армии выстрелами в голову. 12 мая 1954 года начальник медицинской службы гарнизона Один-Биэнфу, майор медицинской службы Грави выступил с заявлением, что с французскими военнопленными вьетнам сообращаются корректно им предоставлены палатки, пища и полевая кухня. Французским врачам и медсестрам разрешили ухаживать за ранеными и предоставили перевязочные средства и медикаменты. 10 мая 1954 года на совещании в Женеве представитель вьетнамской делегации Фам Вам Донг предложил французской стороне эвакуировать тяжело раненых, военнопленных из состава французского экспедиционного корпуса без различия национальностей. Глава французской делегации положительно отнесся к этому предложению. 12 мая 1954 года командование ВНАП предложило командованию французской армии прислать в Динбиэнфу своего представителя для обсуждения условий эвакуации тяжело раненых военнопленных. 13 мая 1954 года в Динбиэнфу прибыл представитель французского военного командования в Индокитай доктор Юар, который обсудил конкретные вопросы эвакуации раненых военнопленных с представителем вьетнамской стороны полковником Као Ван Ханом. В этот же день было достигнуто соглашение. Эвакуация раненых военнопленных осуществляется из Динбиэнфу с использованием легких самолетов типа «Маран» или вертолетов по от 80 до 100 человек в день. В три этапа. На время эвакуации раненых французская сторона прекращает бомбардировки района в 10 километрах от Динбиэнфу и участка дороги номер 41 у Динбиэнфу до города Сон-Ла. 13 мая 1954 года доктор Юар дал письменное согласие с условиями эвакуации. В этот же день командующий французскими силами в Индокитай генерал Эркуни направил командованию вьетнамской армии благодарность за решение вопроса об эвакуации раненых. 14 мая 1954 года вьетнамская сторона разрешила французской стороне посетить аэродром и встретиться с военнопленными. Согласилась принять в Динбиэнфу французский медперсонал для оказания помощи раненым военнопленным и передала первых 11 раненых военнопленных, которые были доставлены самолетом в Ханай. Однако в этот же день французский генерал Бида заявил о дискриминации в отношении вьетнамских военнопленных и выдвинул дополнительные условия относительно эвакуации раненых военнопленных. Представитель вьетнамской стороны сообщил, что количество эвакуируемых военнопленных может быть увеличено до 150 человек в день, но эвакуация будет проходить только на условиях соглашения 13 мая 1954 года. 15 и 16 мая 1954 года эвакуация раненых военнопленных не производилась. 17 мая 1954 года французское военное командование объявило, что с 18 мая 1954 года начнет бомбардировку дороги номер 41, если дополнительные требования Франции не будут приняты. Ночью 18 мая 1954 года французские самолеты бомбили дорогу номер 41, в результате авианалета погибли 15 французских военнопленных. 19 мая 1954 года представитель французской делегации в Женеве выступил с заявлением, что дорога номер 41 используется для переброски войск и вооружения, но в ответ на просьбу предъявить доказательства доказательств не предоставил. В этот же день вьетнамская сторона передала Франции 19 раненых военнопленных, но потребовала провести эвакуацию на условиях соглашения 13 мая 1954 года, только с использованием легких самолетов и вертолетов. 20 мая 1954 года французская авиация вновь бомбила дорогу номер 41, вьетнамская сторона расценила эти действия как прямое нарушение условий эвакуации раненых и эвакуация раненых военнопленных была прекращена. 23 мая 1954 года вьетнамская сторона разрешила полет французского самолета метеорологической службы в районе Дин Би Эн Фу для определения условий погоды. В этот же день на самолетах с Дин Би Эн Фу было эвакуировано 130 раненых военнопленных. 31 мая 1954 года на пресс-конференции в Женеве представитель вьетнамской делегации Ханг Ван Хэн сообщил, что в период с 13 по 26 мая 1954 года, в соответствии с условиями соглашения 13 мая 1954 года, французской стороной было эвакуировано 858 раненых военнопленных 21 национальности. Дальнейшая судьба пленных из 10 863 французов, взятых вьетнамцами и в пленах Дин Би Эн Фу, репатриировано было 3290 человек. Таким образом, смертность французских военнослужащих во вьетнамском плену составила 70%. Французскими военными были проведены параллели с концлагерями нацистской Германии, где умерло 80% всех заключенных. Последующие события. В июле 1954 года Франция и ДРВ подписали Женевские соглашения, положившие конец войне. Память. 1954 году группа советских кинооператоров во главе с режиссером Романом Карменом и при помощи вьетнамских кинематографистов. В течение 8 месяцев на базе вьетнамских национальных партизанских сил и руководства ДРВ, действовавшего в подполье в джунглях, а также на освобождаемых от французов территориях, производила съемки документального фильма «Вьетнам», вышедшего на советские экраны в 1955 году. В фильм вошли документальные съемки встречи с пленными французскими военнослужащими и с пленным генералом Де Костре. В 1984 году, к 30-летию победы в центре города Диен Биен Фу, был открыт Музей Победы при Диен Биен Фу, отражение в культуре и искусстве. События упомянуты в кинофильме «Прощай, друг», герой-десантник иронически говорит «Я играл в гольф в Диен Биен Фу». Фильм американского режиссера Марка Робсона «Пропавший отряд», поставленный в 1966 году по мотивам романа французского журналиста и писателя Жана Лартьоги «Центурионы». Начинается с эпизодов разгрома и пленения французских парашютистов в сражении при Диен Биен Фу. Художественный фильм «Диен Биен Фу» снят французским кинорежиссером Пьером Шайндорфером при активном участии вьетнамских кинематографистов и «Вьетнамской армии». Художественный фильм «Апокалипсис сегодня» «Битва» упоминается французскими поселенцами в Камбодже, потомками французских колонистов. События упоминаются в романе Николаса Фрелинга «Ать-2» 1969 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова